Одно из старейших предприятий России сегодня Олексинский завод Тяжпромарматура по-прежнему функционирует. Здесь выпускают запорную аппаратуру для газа и нефтепроводов. Министру экономического развития России Максиму Орешкину рассказывают, в месяц могли бы производить до 100 единиц продукции, на деле в два раза меньше. Оборудования и квалифицированных рабочих достаточно, а заказов не хватает. Когда мы обеспечивали поставки на проект Восточный Сибирь Техиокеан, мы шибернов задвижек 1200 делали по 20-25 единиц в месяц. И вся арматура, которая на Восточном монтирована, это все производство Олексинского завода Тяжпромарматура. Производство недозагружено, рабочих приходится увольнять. За год сократили почти 700 сотрудников. Для города с населением в 68 тысяч человек цифра весомая. Тем более завод городообразующий. Таких крупных производств в Олексине больше нет. Это одна из главных проблем лунногородов. Кризис на заводе, у людей нет работы, поступление налогов в местный бюджет сокращается. В результате социально-экономической ситуации обостряется. Как этого не допустить, федеральный министр обсуждает с главами администрации моногородов Тульской области. Кроме Олексина, Суворов, Белев, Ефремов и поселок Первомайский Щекинского района. В целом по России моногородов больше 300. У нас примерно где-то 10% населения по всей стране живет в моногородах. Потеря рабочих мест на таком городообразующем предприятии, она вводит весь город в такую негативную спираль, с которой очень сложно вырваться. Истории, понятно, по моногородам по всей стране разные. Властям на местах федеральные чиновники ставят задачу приводить новых инвесторов, делать упор на мелкий и средний бизнес. Это они должны стать основным источником новых рабочих мест. Озвучена конкретная задача. До 2025 года в моногородах создать 600 тысяч рабочих мест. Из них свыше 5000 в Тульской области. Будет работа, жители не уедут. Программа по развитию моногородов поможет их благоустроить. В этом году на средства федерального бюджета отремонтируют по одной центральной улице в каждом моногороде. Фасад поликлиники закупят по машине скорой помощи. По линии Минстроя доведены субсидии во все регионы. И уже есть лимиты на благоустройство, выделены лимиты по всем моногородам. Я просто мэров хочу сориентировать, чтобы и попросить здесь региональную власть. Так как у вас поставлена дата до 1 июня, эти деньги раскассировать. У меня просьба, те города, которые готовы сейчас, пожалуйста, не держите деньги до 1 июня. В свою очередь, федеральные чиновники от районных коллег просят больше активности на местах. Сейчас есть возможность создать в моногородах так называемые территории, опережающие социально-экономическое развитие. Этот статус дает ряд преимуществ для новых инвесторов. В конце 2016 года мы подали эту заявку в Министерство Российской Федерации. Пока она еще не одобрена, в процессе работы находится. Мы видим большие перспективы в случае получения статуса данной территории для нашего района. Перспективы в первую очередь развития бизнеса. Она даст серьезные льготы, расслабление начинающим бизнесу. Свою лепту в развитие моногородов внесет и региональный бюджет. Муниципальным образованием увеличат финансовую помощь на поддержку малого и среднего предпринимательства. В этом году каждый район получит по 9 миллионов рублей. Создание новых рабочих мест, развитая инфраструктура, благоустроенные дворы и скверы должны вдохнуть в моногорода новую жизнь.